Доброй ночи. В прямом эфире телеканал АТР продолжает свою работу в студии я, Юрий Мацарский. И как уже по традиции, как уже у нас становится потихонечку обязательным, во вторник выходит наша программа АТЛАС. Это программа о всем самом интересном, самом важном и самом нужном из того, что произошло за последние дни в мире. Во всем мире смотрим на вещи глобально. И для начала вот кратко пробежимся по таким самым интересным мировым событиям из тех, что имели место за последнюю неделю. Начнем мы с Африки. Отправляемся в Зимбабве. В Зимбабве уже несколько десятилетий правит, если так можно выразиться. Хотя на самом деле действительно правит. Он скорее такой монарх, чем президент. Хотя должность у него вполне себе президентская. Роберт Мугабе. Этому человеку сейчас 93 года. Он, как я уже сказал, не первое десятилетие находится у власти. Кроме того, стоит, наверное, заметить вот еще какой момент. Роберт Мугабе на прошедшей неделе успел побывать, правда всего в течение нескольких часов, послом Всемирной организации здравоохранения. Конечно, это такая скорее роль церемониальная. Никаких реальных бы, конечно, посольских функций он, скорее всего, не выполнял. Опять же, напомню, 93 года человеку. Но сам факт назначения Роберта Мугабе послом, то есть представителем такой важной, кстати, не последнюю роль в мире играет международная организация, как ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, вызвало немалое возмущение в мире. Правозащитники, в первую очередь, возмутились, причем крайне возмутились. Они обвиняют Мугабе в том, что он нарушает все возможные законы, касающиеся прав человека. Говорят, что в Зимбабве преследуют оппозицию, преследуют инакомыслящих. Ну вот, в общем, не очень хорошая история, в которой оказался Мугабе. Поэтому через два дня после этого самого назначения, буквально, как я уже сказал, через несколько часов, около 40 часов прошло после назначения, было объявлено о том, что все-таки эту роль у Мугабе отобрали. Он больше не является послом. Тут стоит отметить, что такое разочарование не впервые для президента Зимбабве. Так, он в начале 90-х был пожалован в рыцарское достоинство в Великобритании, но в 2000-х годах лишен этого звания как раз под давлением правозащитников. Кроме того, Австралия и Новая Зеландия требовали отправить его под суд, отдать его в Международный криминальный суд за преследование инакомыслящих, за нарушение закона о правах человека. А кроме того, в 80-е годы, когда он еще пребывал в роли героя сопротивления колониальному и постколониальному игру, ему надавали всяких разных докторских и кандидатских степеней в университетах западного мира. И, по крайней мере, трех этих степеней он уже лишен. Вот такой крепкий старик Мугабе, повторю, 93 года, и он собирается избираться и дальше. Его жена Грейс всячески его в этом поддерживает. Она неоднократно заявляла, что лучшего президента у страны никогда не было и быть не может. Более того, она заявила, что даже если вдруг ее муженек умрет, то она пойдет на то, чтобы выставить кандидатуру покойного мужа. И она уверена, что он даже любому живому кандидату выиграет даже вот в таком не самопрезентабельном состоянии. Вот такая вот история у нас из Африки про Роберта Мугаба мы говорили. Теперь переносимся вообще в другую часть света, в Северную Америку. Будем говорить про то, что там произошло, кстати, достаточно знаковое событие, очень интересное событие. Начнем с того, что за последние несколько месяцев Северную Америку, Соединенные Штаты, очень сильно, если так можно выразиться, полоскали торнадо, полоскали штормы, ураганы. Пострадало огромное количество штатов и территорий. Пуэрто-Рико, в первую очередь, почти полностью разрушены несколько городов на этой заморской американской территории. В Южных Штатах, в Техасе, в Джорджии, в ряде других тоже несколько сразу ураганов. Ирма и другие отметились. И вот на этой неделе в Техасе сразу пять бывших президентов, пять человек, которые занимали в свое время должности главы Соединенных Штатов Америки, собрались для того, чтобы выступить на благотворительном аукционе и собрать деньги для пострадавших от этих самых торнадо. Вот вы можете видеть на экране, это Билл Клинтон, один из бывших президентов, два Джорджа Буша, Джордж Буш младший, Джордж Буш старший, Джимми Картер, старейший из президентов, ну вот, по крайней мере, по тому времени, когда он занимал эту должность. И Барак Обама, который совсем недавно оставил свой пост, передал его, собственно, Дональду Трампу. Кстати, Дональд Трамп тоже отметился, он туда не приехал, но вот приветственным посланием передал. Но куда интереснее послушать все-таки так называемых бывших. Вот что сказал, например, на этой церемонии Билл Клинтон. Когда президент Джордж Дабл Ю Буш пытался убедить Конгресс принять одно из благороднейших нововведений, закон об американцах-инвалидах, он сказал, наши проблемы велики, но сердце Америки еще более великое. Это видео журнала Time. Спасибо большое журнала Time за то, что предоставил это видео. Я хочу, кстати, отметить, вот было видно на этом видео за спиной у Билла Клинтона стоит, вернее, стоит один Джордж Буш, который младший, и сидит Джордж Буш старший. Он находится в преклонном возрасте, не такой, конечно, как Мугабе, но тоже человек уже достаточно пожилой. Несмотря на то, что он сходит с трудом и по большей части передвигается на инвалидной коляске, все равно нашел в себе силы и приехал вместе с остальными бывшими президентами поучаствовать в этой благотворительной акции. Теперь предлагаю послушать и посмотреть на часть выступления Барака Обамы. Все мы, собравшиеся сегодня на сцене, не можем испытывать большей гордости, чем ту, которую ощущаем благодаря отзывчивости американцев. Когда они видят своих соседей, когда они видят своих друзей, даже незнакомцев, которые оказались в беде, американцы приходят на помощь. Стоит отметить, что в ходе этого самого благотворительного марафона, благотворительного концерта, был собран 31 миллион долларов. Много это или мало, сложно судить по подсчетам правительства Соединенных Штатов Америки. Для того, чтобы полностью ликвидировать последствия ураганов, обрушившихся на Соединенные Штаты, потребуется не 31 миллион, а 31 миллиард долларов. Мы еще вернемся в новый свет, еще буквально пару слов скажем в этом дайджесте о том, что происходит в Америке Южной. Сейчас обращаем свой взор на Азию. В Пекине, в столице Китая, завершился 19-й съезд коммунистической партии. Партия единственная в стране, партия правящая, партия не то чтобы диктаторская, хотя, наверное, многие посчитали бы ее диктаторской. Там есть, по крайней мере, был некий плюрализм мнений, было Политбюро, то есть это не был диктат одного единственного человека. Хотя сейчас говорят о том, что нынешний состав Политбюро в нем, по итогам этого самого съезда, не оказалось ни одного из тех, кого прочили в преемнике, если так можно выразиться, нынешнему главу Си Цзиньпиню. Более того, в ходе этого самого съезда было объявлено о раскрытии заговора против Си Цзиньпиня. Этот заговор, как выяснилось, по крайней мере, как говорят высокопоставленные представители КП Китая, имел место несколько лет назад. В нем были задействованы высочайшие чины, в том числе генералы, бывшие министры и члены этого самого Политбюро. Всего шесть человек. И, как было объявлено, целью этого заговора было смещение Си Цзиньпиня по официальной версии, потому что вот он мешает этим самым коррупционерам, которых так много в КП и вокруг этой партии, мешает незаконно обогащаться. На самом деле, по официальным данным, с момента прихода Си Цзиньпина к власти, порядка миллиона китайцев так или иначе были фигурантами по делу о коррупции. Часть из них была расстреляна, значительно часть приговорена к самым разным срокам, в том числе, например, к пожизненному. То есть большая часть тех людей, которые обвиняются непосредственно в участии в этом самом заговоре, приговорены к пожизненному сроку заключения. Что там на самом деле происходит, не очень понятно. Но вот повторюсь еще раз, многие западные наблюдатели, да и не только западные, и в Азии тоже, говорят о том, что, судя по всему, все это свидетельствует о некой зачистке внутрипартийной оппозиции, а другой оппозиции в Китае нет под Си Цзиньпине, который, судя по всему, останется руководителем Китайской Народной Республики еще на много-много лет. К обещанной Южной Америке возвращаемся. Венесуэла, в прошлый раз говорили о Венесуэле, есть о чем поговорить и в этот раз. В прошлый раз говорили о том, что американцы и Евросоюз не очень хорошо отнеслись к итогам выборов в этой южноамериканской стране, посчитав, что были значительные нарушения, административный ресурс применяла единосоциалистическая партия, которая состоит в том числе и президент Мадуро, что, в общем, эти все, по большей части не все, но большая часть губернаторов была избрана не совсем законно. И вот теперь те губернаторы, которые не представляют эту самую единосоциалистическую партию, отказались переносить присягу учредительному собранию, то есть парламенту Венесуэлу. Они сказали, что будут нести ответственность только перед людьми и перед Богом. А вот перед этим самым учредительным собранием, которое, по их мнению, сфальсифицировано, которое, по их мнению, представляет интересы не народа Венесуэлы, а вот одного-единственного Мадуро и его клики, вот перед ним, перед всеми этими персонажами, они никакой ответственности нести не готовы, и тем более приносить какие-либо клятвы. Что там сейчас будет разворачиваться, непонятно, по той простой причине, что Мадуро уже заявил, что не допустит того, чтобы те губернаторы, которые не принесли клятву верности перед учредительным собранием, вступили все-таки в должность. Я напомню, не самые простые времена сейчас переживает Венесуэла. Нет почти никаких сейчас там товаров первой необходимости в свободной продаже. За всем очереди, включая мыло и туалетную бумагу. И вот несмотря на действительно катастрофическое экономическое положение, все это еще усугубляется политическим кризисом, который, ну вот, как мне кажется, действия и заявления президента Мадуро, ну никак не могут разрешить. И, наверное, последняя из наших сегодняшних тем для дайджеста, обращаемся к Австралии. Австралия дарит новости, ну по большей части экзотические, ну вот та новость, которая пришла в эти дни из Австралии, переплюнула по экзотичности, по-моему, все остальные. Итак, парламент Австралии, который заседает в городе под названием Канбера, сообщил о том, что получил письмо не от кого-нибудь, а от правительства Корейской Народной Республики, то есть от Северной Кореи, в которой сейчас, в общем, этот самый ядерный кризис, вернее, вокруг которой развивается и который грозит всему миру очень большими неприятностями. Так вот, в этом самом письме правительство Северной Кореи предупреждает австралийцев, предупреждает правительство и парламент Австралии, говорит, что вам не по пути с американским президентом Дональдом Трампом, вам стоит дистанцироваться от него максимально, потому что это тот самый человек, который грозит миру большими ядерными неприятностями. При этом свое государство, авторы письма, называют вполне себе состоявшейся ядерной державой. То есть, ну, то есть, тоже такая заметка, которую вполне можно принять за некую попытку, ну, если не напугать австралийцев, то, по крайней мере, продемонстрировать свою силу и свою мощь. Самое интересное в этой истории следующее. Это письмо было передано через посольство Индонезии, причем, судя по всему, является ответом на заявление Дональда Трампа, сделанное им еще в сентябре, 28 сентября, вот месяц назад почти. А почему так долго шло оно до Австралии? Ну, судя по всему, именно по той простой причине, что был выбран не самый простой способ его передачи. Его решили передать через Индонезийское посольство, как я сказал. И вот через несколько рук оно все-таки дошло, и вот теперь о нем знаем в том числе и мы с вами. Переходим теперь к нашим большим, крупным темам. Все самое интересное сейчас происходит, ну, почти все самое интересное сейчас происходит на Ближнем Востоке, в первую очередь, конечно, в Ираке и в Сирии. Начнем мы на этот раз с Ирака. Там разворачивается сейчас уже замедлившееся, но, тем не менее, вполне себе уверенное наступление иракской федеральной армии и шиитского ополчения на те территории, которые курды традиционно считают своими. Уже занят Киркук, один из крупнейших городов региона, причем занят он был без боя, об этом мы рассказывали в прошлой программе. Сейчас идет наступление по целому ряду других направлений. Кое-где идет, кое-где наступление встречает сопротивление, но, по большей части, никаких проблем у иракской армии и у этого самого шиитского ополчения. Нет, они занимают те города, до которых могут, по большому счету, добраться, до которых могут дойти. Уже известно, что занят Шангал, это езидская столица, столица этно-религиозного меньшинства езидов. Причем есть несколько противоречащих друг другу заявлений от представителей самых разных религиозных и национальных меньшинств Ирака. Одни эти заявления свидетельствуют о том, что эти люди хотели бы видеть себя частью Курдистана, независимо от того, будет он отдельным государством или сохранить свою автономию в составе Ирака. Другие заявления, причем почему-то они, в первую очередь, встречаются на русскоязычных сайтах, говорят о том, что и езиды, и представители других национальностей и религий все-таки мечтали бы остаться внутри федерального Ирака, так как считают, что курды строят моноэтническое, то есть курдское и монорелигиозное, то есть суннитское государство, в котором другим представителям других народов и других религий места не найдется. Насколько такие заявления справедливые судить сложно? Ну, по той простой причине, что в Курдистане веками действительно вполне спокойно уживаются представители самых разных народов, самых разных религий. Время от времени, конечно, бывают трения, но, с другой стороны, где их не бывают, этих трений? Правда, вот те же самые езиды обвиняют курдов в том, что курдов мусульман, в том, что они частично, не все, конечно, часть из них участвовала в геноциде, в геноциде езидов, который был развязан исламским государством, так называемым. Вот сейчас вы видите это кадры из одной из деревень на севере Ирака, деревень, в которой живет еще одно национальное меньшинство. Оно называется Какае. Это такая крайне шиитская секта. В нескольких деревнях всего жили, сейчас эти деревни полностью разрушены, и храмы тоже разрушены, жили представители этого народа. Пытаются они сейчас как-то выжить, как-то найти деньги на то, чтобы восстановить свою деревню. Ничего не осталось, остались только вот автографы, вы их видели, от исламского государства на обломках этих домов. А предводитель этого народа, старейшина и шейх рассказал, это эксклюзивный кадр, только на телеканале АТР вы можете увидеть, рассказал о том, как складываются взаимоотношения народа и, собственно, самого этого шейха с исламским государством и с другими радикальными группировками. Радикальные исламисты не считают, Какае мусульманами. Ещё до ИГИЛ в 2004 году сюда пришли люди, которые называли себя истинными мусульманами. Они разрушили наши дома, наш главный храм. А через 10 лет, в 2014-м, пришло ИГИЛ и снова разрушило восстановленный нами храм. При этом, Какае – последователь ислама. Мы мусульмане, мы верим в Аллаха, поклоняемся ему, отрицаем иных богов. Но для исламских экстремистов мы, наверное, не настоящие верующие, не такие радикалы, как они. Поэтому они уничтожают наши святыни. Да, наши храмы не похожи на мечети. В чём-то расходимся с теми же экстремистами. Но это значит лишь, что мы мыслим немного иначе. Если ты поклоняешься Аллаху, если соблюдаешь его заповеди, не лжёшь, не крадёшь, не убиваешь, ты уже мусульманин в соответствии с исламскими законами. Вот этот человек, шейх Какае, говорил о разрушении храмов. У него за спиной как раз был самый главный храм Какае. Эти храмы, на самом деле, достаточно скромные. Там нет никаких существенных каких-то украшений. Обычно это просто бетонные стены. А вот это самая главная ценность, вот там вот сейчас была. Это гробница, пустая гробница, основатель религии и народа Какае. В прежние времена, до войны, со всего Ирака туда приезжали люди. Не только шииты, но и суниты, и езиды приезжали, потому что верят в то, что эта пустая гробница излечивает от бесплодия и от других болезней. По преданию, основатель народа Какае после своей смерти чудесным образом на третий день пропал из этой самой гробницы. Как говорят последователи его, судя по всему, он вознесся на небеса, и тело его было нетленным. Еще один храм, вот этот вот храм Какае, тоже был взорван при наступлении исламского государства. Вообще, как я уже сказал, ничего не оставили джихадисты из ИГИЛ от деревень Какае. Ничего не осталось целого. Вот единственное, как они говорят, чудо, что не упал этот храм. Вы видите, у него там пробиты все четыре стены, все четыре угла, туда была заложена взрывчатка. Но все равно он устоял. Они считают, что это чудо, что их главный храм устоял благодаря божественному вмешательству. Собственно, об этом самом божественном вмешательстве, как о том, что играют на их стороне, говорят. И джихадисты из этого самого исламского государства, несмотря на то, что сейчас они часто и много где отступают, все равно есть у них и победа. Мы чуть попозже поговорим о том, что сейчас происходит с исламским государством. Сейчас все-таки вернемся к тому, что происходит в Ираке, вот без оглядки на исламское государство. Тем, что происходит в Ираке, уже сильно обеспокоились в мире. Есть, например, заявление от американского госсекретаря Рекса Тилерсона. Он заявил, что иракской армии необходимо все-таки, иракскому правительству необходимо все-таки мирным путем каким-то образом решать вопрос курдского сепаратизма. И кроме того, он заявил, обратился к Ирану и заявил, что не место сейчас иранским войскам, иранским солдатам и офицерам на территории Ирака и попросил иранцев на выход. То есть, таким образом, он как бы подтвердил давно ходившие слухи о том, что на стороне в основном шиитской армии Ирака и исключительно шиитского ополчения, которое ведет наступление, еще и воюют части из шиитского же Ирана. Так ли это на самом деле, пока не удается проверить. Есть самые разные свидетельства и того, и обратного. Но вот, например, главное свидетельство того, что все-таки иранцы там присутствуют, является постоянное развешивание портретов их духовных лидеров, их аэтол в присутственных местах тех городов, тех деревень, которые занимают наступающие иракские или, может быть, иракско-иранские силы. Ну вот, Тарак Стилерсон заявил, потребовал от Ирана свои войска вывезти. Что самое интересное, ответили ему не из Тегерана, а ответил ему глава одной из шиитских группировок, которые, собственно, участвуют в этом самом наступлении. Он сказал, что это не дело Соединенных Штатов вмешиваться в то, что происходит в Ираке. Более того, он сказал, что у Соединенных Штатов вот-вот закончится оправдание для законного пребывания на территории Ирака, то есть после того, как так называемое исламское государство на территории Ирака будет разбито, заявил этот человек, американцам следует немедленно покинуть чужую страну, немедленно прекратить оккупацию. Я напомню, что американцы действительно находятся на территории Ирака, на территории иракского Курдистана, это важно. Они активно участвовали, например, в освобождении от ИГИЛ Масула и сейчас помогают курдам бороться с этим самым ИГИЛ недалеко от сирийской границы. Кстати, судя по всему, в Сирии тоже присутствуют американцы, но делают это не так гласно, не так заметно, как в Ираке. Ну и кроме того, собственно, именно благодаря американцам и в первую очередь американской авиации, ракетно-бомбовым ударам, удалось сначала остановить распространение, наступление исламского государства, а потом обернуть его вспять, заставить ИГИЛ покинуть и Масул и другие города и отступить подальше, назад к границе с Сирией. Ну вот непонятно, как там будут развиваться события, понятно только одно. Ни одна из сторон не собирается успокаиваться, а правда есть такие попытки примирительных заявлений со стороны курдских партий. У Курдистана есть свой президент Масуд Барзани, у Курдистана есть свое правительство, свой парламент. В этом парламенте представлены самые разные партии. После того, как на территории Курдистана вторглась иракская федеральная армия, эти партии сначала с собой переругались, пообвиняли друг друга в предательстве общих идеалов, в том, что кто одни, то другие, якобы, специально договаривались с Багдадом о том, чтобы сдать ту или иную позицию. Но вот сейчас эти самые партии говорят о том, что не время ссориться. Перед лицом, в общем, возможного крушения даже автономии иракского Курдистана стоит, наверное, все-таки договориться и каким-то образом решить, что же делать дальше. Тут еще стоит отметить, что за последние дни территория Иракского Курдистана, которую контролировало правительство из города Ирбиль, сократилась вдвое. Теперь все эти территории, часть этой территории Иракского Курдистана, половина этой территории контролируется, ну или, как считается, контролируется из Багдада. По крайней мере, там уже стоит не пешмерга, не курдское ополчение, а вполне себе официальная иракская армия, управляемая, естественно, приказами из Багдада, с генералами, которые командируются оттуда же, из иракской столицы, и которые вот там вот сейчас ведут это наступление. Оно в последние дни несколько приостановилось, но, тем не менее, время от времени вспыхивают бои. Сейчас прервемся на короткую отбивку и поговорим о том, что происходит с так называемым исламским государством и что же там вообще в Сирии творится в соседней с Ираком. Исламское государство, вот его несколько раз уже хоронили, говорили о том, что ему вот остались считанные недели или месяцы, что вот-вот оно загнется. Но на самом деле джихадисты продемонстрировали невероятную живучесть. Действительно, несмотря на колоссальные потери в целом ряде регионов, речь идет, кстати, не только о Сирии и об Ираке, но и, например, о Ливии, несмотря на эти колоссальные потери, они смогли каким-то образом сорганизоваться и даже кое-где устроить контрнаступление. Например, кстати, во время вот этих вот шиитско-курдских разборок, если так можно выразиться, вот этого вот наступления федеральной армии Ирака на Курдистан, ИГИЛ вдруг появился как раз в нескольких деревнях от Масула, смог занять те территории, не все, конечно, только часть из них, те территории, которые буквально несколько месяцев назад оставил, или около года назад оставил, и отступил. Сейчас он вновь наступает, сейчас он вновь чувствует себя, по крайней мере, на некоторых из этих территорий достаточно хорошо. Собственно, неплохие его дела, если так можно выразиться. И в Сирии там несколько остановилось наступление, например, Асадовской армии, и часть даже территории постепенно, на них, по крайней мере, пытается отвоевать исламское государство. И в этом плане, кстати, стоит заметить, что очень для многих в регионе, в принципе, на Ближнем Востоке, исламское государство – это не какой-то такой ужасный монстр, каким его представляют и в газетах, и в СМИ регионы, и в мировых СМИ, очень многие действительно рассчитывали на то, что придет ИГИЛ, придут джихадисты и восстановят некую справедливость, которая, как считалось, попрана шиитским правительством. Вот, кстати, предлагаю послушать мнение про оба ИГИЛа, старейшина одной из тех деревень, которая была под властью исламского государства, но некоторое время назад, около года назад, была освобождена курдским ополчением Пешмерга, тоже снята эксклюзивно для телеканала АТР на севере Ирака. В июле 2014-го исламское государство оккупировало Масул, а через два месяца они пришли сюда. Некоторые семьи из этих деревень бежали при приближении джихадистов, но не все. Деревня Суницкая, ИГИЛ тоже суниты, поэтому некоторые решили, что единоверцев трогать не будут. И лучше остаться тут с ними, а не бросать дома и хозяйство, нажитые годами работы. Но джихадисты не позволили никому остаться. Сказали, что не доверяют курдам, думают, что они все агенты Пешмерга. Дали людям несколько часов на сборы и выставили всех. И во всей этой истории теперь, в общем, стоит заметить несколько интересных моментов. Американская разведка, ЦРУ, признает, что исламский государство, так называемый, судя по всему, не уступает ни в умении владеть оружием, ни в тактике боя, своим противникам, то есть тем армиям, которые ведут войну с этим самым ИГИЛ на территории Ирака, Сирии, а также Египта, Ливии и целого ряда других государств, как Африки, так и, например, Юго-Восточной Азии. В первую очередь, речь идет о Филиппинах. Например, директор ЦРУ Майк Помпео сказал, что, несмотря на часто и многочисленные потери и значительное отступление ИГИЛ на целом ряде направлений, эта группировка по-прежнему остается одним из самых опасных противников для США и для их союзников по всему миру. Кроме того, ЦРУ распространило еще заявление, согласно которому, вот как я уже сказал, судя по всему, ИГИЛ не уступает в умении владеть оружием и в тактике боя своим противникам. Единственное, в чем по-настоящему уступает, так это во владении авиацией, ну нету сейчас у исламского государства авиации, и в обладании системами, современными системами противовоздушной обороны, то есть системами борьбы с этой самой авиацией. Так вот, говорят эксперты, говорят аналитики, в том числе в Соединенных Штатах, что если у исламского государства найдутся специалисты, умеющие управлять этой самой авиацией и этими самыми средствами противовоздушной обороны, то это самое исламское государство окажется вполне себе на равных, например, с американцами, их союзниками, которые ведут борьбу с ИГИЛ. Кроме того, не стоит забывать, что ИГИЛ это не какая-то одна единственная организация, которая вот где-то там заперта в пустыне, со всех сторон обложена противниками, где-то в пустыне Ирака и Сирии. Как я уже говорил, есть они и на Филиппинах, и вот американцы говорят о том, что даже если, даже когда вернее, или если будет закончена военная операция против ИГИЛ в Ираке и в Сирии, и все территории будут от них зачищены, то это не значит, что ИГИЛ будет побежден. Они могут проявить себя где угодно, например, вот на юге Филиппин, где действуют группировки, они даже несколько месяцев держали один из крупнейших городов юга Филиппин под своим контролем. Есть и очень активно действует исламское государство в Ливии, где вот около года назад говорили, или там полтора года назад говорили о том, что оно побеждено. Нет, выяснилось, что нет. Они в районе города Сирт прекрасно себя чувствуют, продолжают наступление, занимаются новые и новые деревни. А в Египте на Синайском полуострове действует это самое исламское государство, достаточно активно, тоже занимает немалые территории вблизи с границей Израиля и сектора Газа. И, кроме того, в Африке все новые и новые бойцы, все новые и новые группировки присягают на верность ИГИЛ в Африке, в той части Африки, которая заселена народами, принявшими ислам. Например, одной из крупнейших из этих группировок, которая уже присягнула исламскому государству на верность, является печально известная на Черном континенте Бока-Харам. Предлагаю посмотреть сюжет про них. Бока-Харам – крупнейшая в Африке джихадистская группировка, объединяющая, по разным данным, от 6 до 20 тысяч активных бойцов. С марта 2015 года является частью так называемого «Исламского государства». История группировки как боевого объединения начинается в 2000-х годах. А на весь мир она заявила о себе в 2009 году, когда основатель Бока-Харам Мохаммед Юсуф поднял восстание на севере Нигерии с целью создания там независимого шариатского государства. Впрочем, представления о шариате у Юсуфа были достаточно экзотическими. Достойными наказания он считал не только преподавание в школах теории эволюции, но и, например, научное объяснение любых природных явлений. «Мы верим в то, что дождь – это творение Всевышнего, а не продукт круговорота воды, вызванного солнечной активностью», говорил Мохаммед Юсуф в интервью BBC в 2004 году за несколько лет до своей гибели. Собственно, само название Бока-Харам с большей долей вероятностью происходит от английского обозначения книги «бук» и арабского «харам», то есть «запрет». Хотя официальное название группировки переводится как «западное образование запрещено». Вернее, переводилось. После того, как сын Мохаммеда Юсуфа Абу-Мусаб и его последователи присягнули на верность ИГИЛ, Бока-Харам был переименован в западноафриканский вилаяд исламского государства. Визитная карточка группировки – массовые похищения девушек и женщин, в первую очередь из христианских школ и приютов. Кроме того, бойцы Бока-Харам брали на себя ответственность за взрывы в мечетей и церквей, расстрелы католиков и тех, кого подозревали в употреблении наркотиков и алкоголя. Действует Бока-Харам в Нигерии, Нигере и Камеруне. Финансируется группировка за счет захвата в банковских хранилищ и денег, получаемых в качестве выкупа за задержанных. Стоит отметить, что это не одна такая группировка, что таких группировок в мире большое количество. Об одной из таких аль-Шабаб мы рассказывали в прошлой программе. Они пока называют себя соперниками, противниками ИГИЛ, но часто меняют лагерь. Действительно, многие группировки потом объявляют себя союзниками, даже часть этого самого исламского государства. Таких группировок, как я уже сказал, много. На этой неделе громко заявила о себе одна из таких группировок. Движение ХАСМ, которое действует в Египте, оно появилось, по крайней мере, заявило о себе в 2016 году, в прошлом году. Несколько дней назад совершило в Египте, в самом центре страны, в провинции Гиза, массовое нападение на офицеров и солдат египетских сил безопасности. Убито почти шесть десятков человек для Египта. Это крупнейшее с 2013 года. Вот такие потери среди силовиков. Уже объявлено о том, что будет преследование всех тех людей, которые имели отношение к этому событию, к этому нападению. Есть уже первые задержанные, вот как говорят египетские следователи, это вот это самое движение Аль-ХАСМ. Так это или не так, непонятно, но, судя по всему, это действительно какая-то из тех группировок, которая во многом пытается копировать это самое исламское государство, а, возможно, даже пойдет когда-то по его стопам. И прежде чем перейти к последней теме нашего сегодняшнего выпуска, еще одна достаточно интересная, я бы даже сказал, забавная, если так можно говорить о той ситуации, которая происходит в Сирии, в Ираке и в других странах. Информация, которая пришла к нам не от кого-нибудь, а от министра обороны Российской Федерации, господина Шойгу, я прошу прощения за его цитату, но не могу его не процитировать. Он сообщил о том, что в Сирии освобождено 998 городов и населенных пунктов. Освобожденная площадь составляет 503 223 квадратных километра. 503 тысячи километров, при том, что на самом деле, если верить географическим картам, площадь всей Сирии всего 185 с небольшим тысяч квадратных километров. То есть Шойгу освободил почти в три раза больше территории в Сирии, чем сама эта Сирия занимает. Вот такой вот герой-освободитель от всех, кого только можно. А сейчас короткий перерыв и к последней, к следующей, последней теме нашей сегодняшней программы. Последняя тема у нас касается Соединенных Штатов Америки. Говорили сегодня о США, вспоминали, причем несколько раз, вспоминали президентов, как бывших, так и действующего Дональда Трампа. Прошу прощения, предлагаю вспомнить о нем еще раз. По той простой причине, что Дональд Трамп пообещал рассекретить данные, которые касаются убийства президента Джона Фиджеральда Кеннеди. Часть этих данных по-прежнему остается закрыта, а вот само убийство Кеннеди остается, наверное, самой главной загадкой 20-го столетия. Лучшие умы бились над тем, кто же все-таки виноват в гибели одного из самых ярких, одного из самых интересных американских президентов. Ну и так до сих пор точкой в этом деле не поставлена. Предлагаю, кстати, с короткой биографической справкой о покойном президенте ознакомиться. Джон Фиджеральд Кеннеди, 35-й президент Соединенных Штатов Америки, обстоятельства жизни и смерти которого до сих пор оказывают существенное влияние на политическую и общественную жизнь Америки. Католик потомок ирландских иммигрантов Кеннеди получил некоторую известность еще в 1940 году, когда была опубликована его книга «Почему Англия спит?» ССС разбором провальных действий правительства Великобритании, предпринятых для недопущения Второй мировой войны. Кстати, в ходе этой войны Джон Кеннеди служил командиром ракетного катера, погибшего при столкновении с японским линкорном. Лейтенант Кеннеди и его матросы спаслись, но оказались на острове далеком от цивилизации. Будущий президент тогда отправил сигнал о крушении, вырезав его на кокосовом орехе. В 1946 году Кеннеди, один из нескольких ветеранов войны, выбранных в Конгресс Соединенных Штатов Америки, вскоре последуют выборы в Сенат и, наконец, президентская кампания 1960 года. С едва заметным отрывом в 0,2% демократ Кеннеди победил своего основного оппонента-республиканца Ричарда Никсона и в январе 1961 года официально вступил в должность президента США. На годы правления Кеннеди пришлись обострения конфликта во Вьетнаме между коммунистами и проамериканским правительством, карибский ракетный кризис, окончательный раздел на сферы влияния все еще оккупированной Германии. Кроме того, именно во время президентства Кеннеди Ирак в первый раз заявил о намерении оккупировать Кювет. Дома в США президент значительно увеличил госрасходы на образование, дал старт лунной программе НАСА и обещал покончить с расовой дискриминацией. Но всего задуманного и обещанного выполнить не успел. Во время официального визита в техасский город Даллас 22 ноября 1963 года он был убит выстрелом в голову. По подозрению в убийстве президента был задержан Ли Харви Освальд, ветеран-стрелок, коммунист, несколько лет проживший в СССР. Всего через два дня после смерти Кеннеди Освальд был убит горячим поклонником Джона Фиттжеральда Кеннеди Джеком Руби. Младший брат Кеннеди, Роберт, бывший основным кандидатом от демократов на президентских выборах 1968 года, также пал жертвой убийцы. Непонятно, не только Освальд ли стрелял в Джона Кеннеди, но и то, кто стоял за этим самоубийством. Потому что, по данным соцопросов, лишь 29 американцев, то есть меньше трети населения страны, считают, что Освальд был убийцей-одиночкой, который вот таким образом решил расправиться с Кеннеди. Большая часть американцев, 62% считают, что имел место некий заговор. Кто стоит за этим заговором? Ну, есть самые разные, от более вероятных до менее вероятных предположений. Говорят о том, что это были внутрипартийные конкуренты Кеннеди, говорят о том, что это были республиканцы, что это могли быть коммунисты американские или советские коммунисты, что это могли быть кубинцы, с которыми не складывались отношения у Кеннеди, который даже организовал вторжение в залив свиней для того, чтобы коммунистический режим Фиделя Кастро там свергнуть. Говорили о том, что это могла быть мафия и даже силовики, то есть ЦРУ. Это вот из тех предположений, которые можно назвать более или менее правдоподобными. Неправдоподобные, вот все, что только можно, говорилось. О том, что это какие-то там тайные ордена, какие-то тайные общества или секты стояли за этим. Чуть ли не инопланетяне. То есть, ну вот такая вот история, которая совершенно непонятна до сих пор, спустя такое количество лет. А тут еще стоит отметить следующее. Большая часть этих самых документов, о которых говорит сейчас Дональд Трамп, тех документов, которые стоит обнародовать, которые он обещал обнародовать, на самом деле давно обнародованы. Еще в 92-м году, в начале 90-х, силовики, американские спецслужбы, эти документы выложили в широкий общий доступ, остается неопубликованным около 1% документов. Что в этом 1% неизвестно. Это вот те самые-самые секретные данные, которые только могут быть. Но самое интересное, с ними, по крайней мере, ознакомлено руководство ЦРУ и сам Дональд Трамп. И они пока не говорят, что это за документы. Более того, Дональд Трамп еще и такую интригу добавил, сказал, что, возможно, часть этих документов все-таки останется секретной навсегда. То есть, возможно, мы так и не сможем узнать всю правду о том, кто же все-таки убил Джона Фиджеральда Кеннеди, человека, который, как уже было сказано в сюжете, оказал, оказывает и по-прежнему оказывает невероятное влияние как на американскую, так и на общую мировую политику. Что ж, на этом сегодняшний выпуск программы «Атлас» завершен. Увидимся с вами в это же самое время уже в следующий вторник. Всего хорошего, спокойной ночи. Редактор субтитров А.Семкин